Начинаем наши лекции и медитации. Несколько месяцев у нас был перерыв из-за вируса, но в любом случае мы возвращаемся. За это время я получил очень много вопросов. Вопросов о стрессе, о депрессии. Что касается стресса и депрессии, я помню, что раньше у нас уже была одна лекция о различных эмоциях, о различных эмоциях. Мы знаем, что внешние среда, условия действительно могут заставить нас чувствовать себя в стрессе, чувствовать депрессию. Поэтому сейчас давайте немного обсудим, что такое стресс. И что такое депрессия, и какова их взаимосвязь, взаимосвязь между стрессом и депрессией. За 30 лет моей целительской работы по всему миру, безусловно, я встречал множество людей, которые были в стрессе, которые были в депрессии. Даже многие люди, клиенты, когда они видели меня, они просто говорили мне, что у них стресс. Но что такое стресс, что стресс может вам дать, какие симптомы, какие симптомы есть у стресса, он может нам давать. Например, многие люди, у которых есть проблемы с желудком, язвы, им трудно что-то переваривать, усваивать. Как правило, они не понимают, что это производная стресса. Особенно это проявляется у студентов, у тех, кто только вышел на работу, тот, кто должен работать по дедлайнам, все время находится в стрессе. Им кажется, у них все в порядке, но их желудок очень сильно реагирует, он не может переваривать. Когда мы говорим о стрессе, как правило, мы понимаем, с легкостью понимаем, что это нечто внешнее, внешнее всегда. Например, у вас есть родители, вам нужно им помогать, у вас есть дети, вам нужно поддерживать своих детей в школе, в университете. И внезапно вы обнаруживаете, что вы в большом стрессе, потому что у вас недостаточно денег для всех этих процессов. Недавно один студент спросил меня, учитель, у меня большущий стресс. Я спросил, а в чем твой стресс? Он сказал, вы знаете, мне нужен миллион долларов, чтобы поддерживать мою семью. Я сказал, это не так и много, мне нужно 10 миллионов, чтобы поддерживать проект Бегуан, но тебе нужны деньги. Почему ты чувствуешь стресс? Вы знаете, мне нужны деньги, если у меня будет миллион долларов, я смогу поддержать детей, родителей, чтобы они нормально жили. А у тебя есть какие-нибудь симптомы? Или у твоего тела есть какая-то реакция на стресс? Да, например, иногда я не могу хорошо спать. Мне приходится тяжело трудиться. Можно сказать, что это ваше желание, ваше желание получить что-то еще. Ваше желание приводит вас в состояние стресса. Если у вас не будет большого желания, если не будет большого желания, просто можно отправить детей в общественную школу, в общую школу. Есть земля, есть дача, выращивай там картошку, помидоры и так далее. Все равно же можно жить, и вы обнаруживаете тогда, что у вас нет стресса. И здесь важно понять. Большие желания дают нам стресс, но в моменте этот стресс, как правило, не будет давать нам проблем. Такой стресс, такого рода стресс, который дает вам проблемы, дает реакцию вашему физическому телу, дает вам психологические проблемы. Когда вы себя так плохо чувствуете из-за стресса, начинает болеть желудок, вы не можете хорошо спать, вы чувствуете усталость, вы чувствуете, что у вас как будто бы нет надежды, возможности преодолеть свои проблемы. Вот в этот момент можно сказать, что у вас стресс. Здесь же, с моим 30-летним опытом, я обнаружил кое-что очень интересное. Это те же условия в семье, с одни и те же условия в семье, в семье, на работе, в обществе. Какие-то люди чувствуют там стресс, а какие-то люди не чувствуют стресса. Почему? Это интересно. Почему? Какие-то люди чувствуют стресс, а какие-то нет. В чем разница между этими двумя видами людей, даже если все остальные условия одинаковые? Стресс не дает нам слишком больших проблем. Если стресс усиливается, или если 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 какие-то внешние события, условия дают вам плохое качество сна, и тогда в течение какого-то периода времени, если внешние события, условия дают вам чувство страха, и затем в течение какого-то периода времени, тогда человек может попасть в очень тяжелое состояние. Что же это за состояние? Внезапно тело становится таким уставшим, или слишком много спит, или не может спать, или не может есть, или слишком много ест, но нет никакого интереса в жизни. Есть ощущение, что в жизни нет никакой надежды даже кто-то может хотеть умереть. Просто чувствует человек, что жить абсолютно бессмысленно в этот момент. В этот момент мы говорим, что у этого человека депрессия. У человека депрессия. Депрессия. А что дает эту депрессию? депрессия. 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 даже просто в этом месяце. У меня был один пациент. Молодая девочка, девушка, 23 года, у нее тяжелая депрессия. Какие у нее симптомы? Она не может спать. депрессия. У нее по ночам возникает страх. Нет энергии. Усталость. Ничего ее не интересует. с точки зрения психологии ей поставили диагноз депрессия. Ее отец спросил меня, что делать. И я сказал, что я уже сталкивался с таким раньше. Как правило, в такой ситуации отношения между ней и ее бойфрендом каким-то образом нарушились. И это дает ей чувство депрессии. И в нашей жизни семья, общество или в компании, на работе, или дружба с кем-то. Если это меняется внезапно, то может дать нам чувство депрессии. Я сказал, не нужно беспокоиться. Такая депрессия требует просто времени и забор и немного поменять внешнюю среду. И тогда ваша дочь избавится от этой депрессии. в 2000 году я приехал в Сиэтл, открыл там клинику в центр Цигун. И в то время действительно я встречал очень много людей, у которых была депрессия. Самая худшая ситуация в том, что качество сна ухудшается, и ничто человека не интересует. постоянная усталость, ничто не интересно в жизни. Я встречал молодого парня, школьника, он хотел покончить с собой, потому что его ничто в этой жизни уже не интересовало. И также я встречал одного большого человека, у которого была депрессия, но после трех дней он покончил с собой. Депрессия, безусловно, обладает значительно более худшим влиянием на нашу жизнь и наше здоровье. Я уверен, большинство людей в жизни, у них у всех есть такой период жизни, потому что, например, какие-то условия поменялись, условия в стране, например, условия в работе, условия в семье, что-то изменилось, и это дает нам состояние чувства депрессии, как будто мы чувствуем себя абсолютно безнадежными в жизни, безнадега в жизни, в том, чтобы жить. Если это длится и длится, чуть дольше длится, наше тело начинает меняться, наше физическое тело меняется. что же меняется? Например, мои исследования показывают, что какие-то люди физически меняются. на уровне образной диагностики мы можем видеть щитовидную железу, что она становится темнее, функция щитовидной железы становится ниже, иногда она не так селист сражается, когда у вас есть хорошая энергия, когда вы встречаетесь с хорошими людьми, которые вам нравятся, которые увеличиваются, устиливаются функции щитовидной железы. Если сделать анализы в этот момент, все будет в порядке, но по вечерам, когда вы наедине, никто с вами не разговаривает, тогда эта функция уменьшается, особенно по ночам она снижается. И тогда вы чувствуете депрессию. Я встречал много таких людей, больше энергии, человек более вдохновлен, а по вечерам, по ночам отдыхает, меняется состояние. Поэтому длительное время депрессия нарушает нашу работу щитовидной железы. И в этой ситуации нужно пробуждать щитовидную железу. депрессию. И так же, если мы проанализируем эту ситуацию, какие-то люди с легкостью попадают в депрессию, какие-то люди в жизни могут иметь большие проблемы, но не впадать в депрессию. В чем разница? нам действительно нужно найти эту разницу. Потому что мы хотим найти способ помочь себе укрепить себя в той же самой тяжелой ситуации, чтобы наше тело не реагировало через депрессию, чтобы оно не так реагировало на стресс. Конечно, опять опираясь на мой многолетний опыт. Например, что касается отношений между мужчинами и женщинами. У многих людей отношений заканчиваются. Мы видим, что у каких-то людей есть стресс и депрессия из-за этих отношений, а у каких-то людей нет. депрессий нет. И, конечно, мы знаем, что это связано с тем, насколько эти желанные отношения. Но даже если человек очень хочет каких-то отношений, кто-то может впадать в депрессию, а кто-то нет. В чем разница? Мы хотим найти способ жизни, который мы могли бы использовать, и тогда он может помочь нам избавиться от стресса и депрессии. Или он усилит наше тело, наш ум. В случае, если мы встретимся с трудностями, у нас не будет на нас такого воздействия. Мы не попадем в стресс или депрессию. Когда мы практикаем джанинь цигун, мы знаем, на второй ступени, в среднем донтьяне, если мы визуализируем средний донтьянь, укрепляем укрепляем силу ума, увеличивать силу ума. Я уверен, что те, кто практикует вторую ступень, возможно, вы уже почувствовали, что, сила ума становится сильнее, для вас становится легко избавляться от стресса, избавляться от депрессии, или, если у вас высокая сила ума, вы не вы на вас не будут с легкостью влиять внешние условия, потому что вы становитесь внутри сильным, ваш ум сильный, да, вы встречаетесь с трудностями, но вы будете думать своей мудростью искать подход со своей силой, какое-то решение, и вы будете находить правильное решение в вашей ситуации. Когда мы смотрим вокруг, мы обнаруживаем, мы можем быть очень слабыми, маленькими, вокруг нас так много различных ситуаций, так много внешних проблем, у нас нет энергии, нет способа это поменять. С точки зрения погоды, с точки зрения войны, с точки зрения отношений с другими людьми, да даже просто с подругой, с парнем, по-прежнему мы не можем многого поменять. У нас нет возможности поменять внешние условия, нам нужно укреплять свои внутренние условия, состояния. укреплять укреплять наше тело, наш ум, чтобы внешнее влияние не сказывалось на нас. Сегодня мы немного поговорим о стрессе и депрессии и будем использовать Джуни Цигун для усиления, для увеличения силы ума. Когда сила ума возрастает, ваше тело может вынести 100-200 килограмм, и вы не будете чувствовать тяжести. Если вы слабы, ваша сила ума невысока. Возможно, лишь 15 килограмм на ваших плечах, и вам будет казаться этой невыносимой тяжестью. Наш способ это укрепление нашей силы, силы ума при помощи практики Джуни Цигун. Что же это за практика? мы сделаем это практику. Мы визуализируем наше сердце в средней донтянь. Не знаю, средней донтянь, сердце, когда он становится сильнее, он меняется в средней донтянь. в среднем донтянь цси преобразуется в шейн, другими словами. Начинает укрепляться сила ума. Сердце в средней донтянь. Это место, если там больше энергии, сила ума возрастает. Как же нам это сделать? Через от вашей щежковидной железы визуализируйте свое сердце. Визуализируйте визуализируйте свое красное сердце. Поначалу вы можете ничего не увидеть. Вначале вы можете не увидеть красного сердца с этим красным светом. Может быть темно достаточно. Если ваше сердце темное, это значит, что у сила ума низкая. Когда мы используем свой ум, особенно щежковидную железу для визуализации, чтобы думать, представлять красное сердце и смотреть на красное сердце, удерживать это состояние ума, смотрите на красное сердце, представляйте красное сердце, представляйте. Таким образом тихо, тихо, расслаблено, тихо, расслаблено и чувствуйте сердце, визуализируйте красное сердце. Давайте сейчас сделаем это упражнение. Соедините большие пальцы вместе. Для мужчин ближе к телу левая рука на ней правая, женщины наоборот. Укладываем руки на средний дантянь. Женщин, правая рука внутрь, ближе к телу. кладем на средний дантянь. Давайте делать вместе. Следуйте за мной. Расслабьтесь. 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 Прикройте глаза. Смотрите на свое сердце. Представьте, ваше сердце становится красного цвета. Смотрите на красный цвет вашего сердца. визуализируйте свое сердце. Визуализируйте свое сердце. Смотрите на красный свет вокруг вашего сердца. Смотрите на красный свет вокруг сердца. Свежий, чистый красный цвет вокруг сердца. сердце. Прикройте глаза. Прикройте глаза. Смотрите на свежий, чистый, красный свет вокруг вашего сердца. Чувствуйте свое сердце. vad свежий, лайк, хео, хео. Продолжение следует... Продолжение следует... Визуализируйте сердце. Визуализируйте свое сердце, как оно окружено красным шаром. Это увеличит вашу янскую энергию, энергию жара и силу ума. Визуализируйте свежий красный цвет вокруг сердца. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...